Всем привет дорогие друзья! Уже вовсю на просторах интернета мелькают новости о ещё одной новой версии Lineage 2. По релизу единственное что известно так это то, что она будет не раньше марта и называться Project Evo. И с первого взгляда не поймёшь в чём же её отличие от версии Essence. Но поверьте, изменения есть. Например, экипировка будет покупаться за Адену, нет коллекций, добавлено новое снаряжение и многое другое. Так что присаживайтесь поудобнее и давайте вместе разбираться будет ли Project Evo лучше чем Essence. А перед этим небольшая реклама. Сегодня я расскажу вам как приготовить идеальную ММО РПГ. За основу возьмём культовую игровую вселенную с драконами, эльфами и другими прелестями фэнтези средневековья. Замешаем комфортный геймплей с упором на ПВП и избавимся от рутины с помощью автоброкачки. Приправим всё это массовыми баталиями и необычными классами, такими как Орб Садник на Льве. Вуаля, готово! Игра, где ты делаешь только то, что тебе нравится. Играй с комфортом в Lineage 2 Essence на Фогейме. Новая версия, как и все остальные норофи, будет бесплатной. А также первое отличие от Essence будет то, что здесь нет системы Сайхи. То есть не придётся постоянно следить за её пополнением, что облегчает игру убирать лишний гемор вместе с тратами на расходку. Это явно будет экономить приличную сумму. С учётом того, что у многих персонажей на Essence уходят миллиарды аденов в месяц на покупку итемов для пополнения Сайхи, Сосок и Руды Духов. Скорее всего, это связано с тем, что все предметы доступны для покупки за адену. И поэтому её будет тратиться гораздо больше, чем на версии Essence. В принципе, все предметы, начиная от ЛСов, заканчивая РБ пушкой, будут в лёгком доступе. Но на приобретение некоторых всё же придётся знатно попотеть. Например, на Книгу 4 Звезды, Яйцо Дракона или Талисман Баюма. Также вместе с этой версией на Рофф придут новые классы Дух и Священный Хромовник новой расы Высших Эльфов. Которые не только добавят новых красок в игру, но и перевернут её полностью. Кстати, обзор новых классов тоже появится на моём канале после анонса обновления на Роффе. Немаловажным отличием Прожит Евы от Essence будет то, что донат в этой версии не так сильно влияет на баланс. А с учётом наличия автобоя в линейше, так и вовсе делает геймплей супер лёгким и комфортным. А на что же тогда можно потратить деньги, если вдруг захочется? В лаунчере на Корее доступны сундуки под названием Пропуск Евы. Проще говоря, это ежемесячный набор буста для персонажа, содержащий расходку, элементы снаряжения и немного внутриигровой валюты, которая нужна для некоторых функций, например, как быстрый телепорт, перераспределение характеристик и покупок у других игроков на межсерверном рынке. Состав такого пропуска меняется каждый месяц, где с последующим будет увеличиваться количество предметов в наборе. Таким образом, можно врываться в игру хоть через год после открытия, и ты всё равно сможешь догнать старых игроков. В месяц доступно только 5 таких пропусков, где каждый стоит около 2000 рублей. Но я думаю, будут региональные изменения и цена на релизе будет ниже. Помимо этого, будут присутствовать сундуки с внутриигровой валютой, пользуясь которой ты сможешь торговать на межсерверном рынке. Либо менять на печати геранок, которые продаются в магазин. И именно эта возможность очень сильно расстроила игроков, которые так долго ждали подобную версию. Ведь все ожидали так называемый эссенс подписки, где вместо подписки выступают пропуски Евы. Но спешу остудить ваш пыл. Покупать таким образом сундуки с валютой будет не совсем выгодно. Да и 5 пропусков тоже нет большого смысла брать каждый месяц. Потому что каждый следующий после первого будет приносить всё меньше буста персонажу. Так как большинство экипировки вы будете фармить сами за Адену. И вероятнее всего, выдаваемый слот из пропуска уже будет выформлен. И казалось бы, всё ясно. Если в игру можно донатить, значит, работягам нет смысла в неё играть. Но так ли это на самом деле? Напоминаю, что в версии Project Evo упор в добыче буста завязан на фарме Адены. Соответственно, бьёте мобов, лутаете валюту и покупаете нужные предметы. А именно, талисман власти, подвеску, купоны на агрет оружие и броню, купоны на оружие боссов и особое снаряжение, купоны на получение кукол, магические таблички, кристаллы души, камни эволюции, брошки, браслеты, скиллы и прочее. В процессе игры разработчики добавили маски фантомов, которых нет в эссенсе. А также привычные для нас плачи, пояса, камни, талисман Баюма, яйца дракона и упростили добычу кник 4 звезды. Как это работает в идеале? Каждый месяц бустим персонажа через пропуски Евы и попутно формим на экипировку игровым путём через добычу Адены. Кстати, для создания некоторых предметов требуется не только Адена, но и различные ресурсы, которые выбиваются с мобов. Поэтому в Еве будет цениться не только Адена, но и сырьё, как это было ранее. Также добавили новую бижутерию, которая позволяет получить вампирик, реген маны, скорость и силу атаки, а также перезарядку умений. И ещё снаряжение можно добыть с РБ боссов. С них будут формиться эпики, крутой шмот и карточки на обмен кукол. Поэтому можно смело предположить, что нас ожидают эпические замесы за этих боссов. А это значит, что будет и Биг Вар. Ещё один метод сбора ресурсов есть через Дитнусов. Они не так популярны в Эссенс, но на Еве пользуются спросом. Работает это так. Выбиваем поручение с моба, получаем квест на убийство монстров, и при выполнении получаем либо поручение уровнем выше, либо теряем его. Чем выше уровень Итема, тем лучше награда, включая РБ оружие и Талик Баюма. Также поручение одинакового уровня можно синтезировать, но чем выше уровень, тем ниже шанс. По сути, это то же самое, что на Эссенс, но только лут гораздо ценней. Как минимум из-за того, что его просто будет достать гораздо сложней. Не стоит забывать про различные акции, которые включают в себя не покупку лутбоксов или буста, как было в Эссенс, а наоборот, добычу копировки игровым путём. Например, был ивен, где, нанося урон по боссу, можно было шансово выбить карточку с куклой. Также не забываем про различные акции с подарками и календарь с призами. В принципе, можно обходиться и без расходки, которые даётся за пропуски. Ведь из-за отсутствия системы Сахи вы будете получать столько же адена и опыта, как при её наличии на Эссенс. С мобов полностью убрали дроп снаряжения, потому что он теперь не нужен из-за отсутствия геморных коллекций. И эта новость меня особенно радует, потому что в них нужно было добавить и переточить миллион шмоток для мизерных бустов. Вместо этого есть аналог коллекции с куклами, но он гораздо проще, и предметов собрать нужно не так уж и много. Например, в Эссенсе этих коллекций 450, а в Прожект Ева всего лишь 48. С куклами тоже произошли изменения, их стало больше, и напрямую их добывать нельзя. Добываются они через пропуск Евы или магазин через карточки обмена, которые рандомно меняются на куклы любого уровня, но чаще всего будут падать именно низкого ранга. Всего 6 рангов, и собрав 4 куклы одного ранга, их можно синтезировать. Но чтобы получить куклу уровнем выше, нужно попасть в 10%. Из-за отсутствия коллекции и добычи снаряжения через Адену, в игре полностью отсутствует древняя Адена. А вместе с ней и также система красок и скрытой силы, что еще больше упрощает эту версию. И это большой плюс для новичков, так как остается меньше нюансов для бусты персонажа. А вот торговать и обмениваться между игроками будет нельзя. Все происходит только через межсерверную торговлю или отправку на почту, где за каждый предмет будет доплата в 50 монет. И казалось бы, это огромный минус, но с другой стороны, все будут в равных условиях из-за неактуальности окон фармилок. Вот такие отличия версии Эссенс от Прожит Ева. И давайте подведем итоги всего сказанного. Сложив все плюсы и минусы, больше хочется играть в более новую версию. Меньше донатов, возможности добычи экипировки игровым путем, как следствие отсутствия лутбоксов и прочих донатных акций. Вернется актуальное сражение за РБ боссов между топ игроками. Весь основной принцип добычи буста приоритете через фарм Адены и иногда покупки пропусков, которые с каждым месяцем будут становиться все лучше. А это в свою очередь позволит новичкам быстро догонять старых игроков. Так еще и вернули актуальность давно забытых дипнусов и прочих активностей в виде ивентов. Конечно, можно задонатить, купить печати Герана и продать их. Но потратить на это придется огромную сумму денег, что будет просто невыгодно. Ведь значительного разрыва в экипе это не даст. А регулярные ивенты будут компенсировать разницу в снаряжении между шейхами и обычными игроками. Как минимум, будет приятнее осознавать, что кто-то вкинул очень много денег и по итогу получил такой же буст, как и вы. Ключевым моментом в добыче буста, безусловно, будет активная игра и посещение мероприятий с кланом. Значит ли это, что Эссенсу пришел конец? Сказать точно, пока никто не может. Поживем, увидим. Ну а пока, если ты ни разу не играл в эту игру, то можешь ворваться по ссылке в описании. И с бонусами за регистрацию почупать основные моменты, чтобы подготовиться к выходу новой версии. Пока-пока.